Значит, креслица имеет не особо сложную форму, но есть пару моментов, которые хотелось бы подчеркнуть. Это стёганные элементы. Вот мы видим стежок, который идёт у нас по периметру всего кресла. И видим проставной валик, который таким вот образом тоже, наверное, в каком-то конструктиве участвует. Нам нужно будет это, естественно, сделать. Сама форма кресла не сложная, не простая, то есть нужно будет просто разобраться с изначальной её топологией и правильно отмоделить заготовочку, балаванку, сделать так, как следует. Ну и ножка. Ножка здесь совсем не сложная. Я вам покажу несколько вариантов производства этой ножки. То есть мы можем ее чимферами сделать из цилиндра, можем турбосмузом поработать. Ну, это не принципиально. Вот. И если останется время, помимо моделинга, я вам ещё покажу процесс шейдеринга. Сделаем какие-то несложные шейдера. Ну и какие-то. Какие? Здесь у нас три шейдера, в общем-то. Это, да, тут непосредственно бархат, да, или что это? Ну, какой-то текстиль мягкий. Это пол и это непосредственно сама ножка. То есть, ну, трио таких вот шейдера у нас здесь имеется. Попробуем их тоже кратко, бегло разобрать. На понимание, скорее всего, будет направлен материал. По самой форме. По самой форме. А, ну всё, уже я, в общем-то, рассказал. А тут больше, по сути, анализировать нечего. Я думаю, что можно начинать. Вот такая вот топология. Изначально должна у вас получиться. Давайте я сейчас всё это уберу. Вот так вот, height selection. И мы начнём простраивать эту форму с абсолютного нуля. Итак, я буду пользоваться методом poly-by-poly. То есть, буду вытягивать мою форму из одного полигона. И, соответственно, первое, что я начинаю, это начинаю работу с полигонами. Итак, заходим во вкладку create. У нас здесь геометрия. Ребята, ещё также не сказал, что обычно на мастер-классе я не только показываю какие-то практические вещи, но и провожу живую беседу с аудиторией. Поэтому после нашего мастер-класса предлагаю сразу же не расходиться, а пообщаться. Я в конце мастер-класса сосредоточусь именно на чате и буду с вами коммуницировать, отвечать на ваши вопросы. Вопросы можно задавать по услышанному материалу, в общем, по 3D Max, ну и по курсу, соответственно. Так, вот он мой полигон. Всё, с него я его, в общем-то, начну. Это будет моя отправная точка. Итак, первое, что я начну делать, это я буду вытягивать форму. Я буду вытягивать следующим образом. Я буду тянуть ребро с зажатой клавишей shift. То есть я выбираю ребро, зажимаю клавишу shift на клавиатуре и начинаю вот таким вот образом тянуть. Моя цель – получить вот такую вот болванку. Что это будет? Это будет половинка моего кресла. То есть я сейчас должен сделать очень грубо половинку моего кресла. Вот такой вот в форме. Обрубовка это называется. Ну, не у всех. У меня, скорее, так и называется. Что ж, я буду поглядывать сейчас на само креслице и буду анализировать, в общем-то, его характер. Итак, первое, что я делаю, это я вытягиваю вот эту вот часть заднюю. Да, то есть, таким вот я полигон сюда потянул. Теперь я хочу вытянуть боковинку. То есть, ну, влево с shift опять же вверх. Вот таким вот образом появляется боковинка. А с shift еще вытягиваю выше. Это я ввожу сюда. То есть я вылепливаю вот такую вот форму полукруглых здесь. Эта точка у нас прыгнула высоко, поэтому я ее опускаю вниз. Да, вот я должен сейчас эту линию простроить. Вот, эту точку опускаю вниз. Нет, наверное, не сейчас. Мне нужно здесь более плавное, поэтому мне нужно здесь дополнить эти плоскости ребром. Выделяю ребра, между которыми будет у меня появляться дополнительное ребро. Правый клик и connect. Вот таким вот образом достраивается ребрышка. Вот, и я могу опустить вот эту точку. Таким образом я вот эту вот линию сейчас пытаюсь повторить. Грубо, да? Вот так вот. Здесь мы должны уйти назад, подальше. Я делаю без чертежей, потому что я, в общем-то, чувствую пропорцию. Мне не особо сложно поймать эту пропорцию. Обычно людям без художественного образования это сделать сложнее. Вот, поэтому можете пользоваться чертежами, если найдете чертежи под определенный объект. Так, идем дальше. Двигаемся вверх. Так, и еще раз поднимаемся вниз, ой, поднимаемся вниз, поднимаемся вверх. Так, и делаем вот этот вот наклон. То есть сейчас мы моделируем спинку. Вот так вот, сверху посмотрю. Спинка должна быть полукруглая. Вот, верхний в проекте топ мы еще все это поправим, естественно. Вот так вот, да? То есть вот она, ракушка уже получается. Теперь нам нужно закрыть вот этот вот треугольник. Я это сделаю с помощью функции Create. Кстати, был вопрос вот в самом-самом начале, еще до начала проведения встречи. Кто-то спросил о том, как сделать Create полигон с привязкой к сетке объекта. Вот сразу же вопрос отвечаю. То есть выбираем полигон, функция Create делается. Включаем привязку. Привязку включаем по вертексам. То есть нам нужно будет привязаться к точечкам, да? И очень важно включить привязку не 2 и 5, а именно включить тройку здесь, потому что мы работаем в трех измерениях, в трех плоскостях XYZ. И после этого вот таким вот образом просто дорисовываем полигон. Все, полигон есть, он у нас стоит на своем месте. Теперь я просто довожу форму, скажем так, вот этого до ума. То есть делаю ее плавной, красивой. Смотрю на эту форму во всех проекциях. Вот у меня есть Left, Right, да? Вот так вот. Вот, в общем-то, это она, да? Можно так посмотреть. Вид сверху. Мне нужно проконтролировать то, чтобы все это было плавно, чтобы здесь у меня была дуга красивая. Здесь тоже я ухожу в дугу. Вот так вот. Это половинка кресла. Сразу же сделаю копию. Это мой способ. Делаю reference. И набрасываю модификатор симметрии сверху. Вот, только нужно флипнуть его, чтобы он обзеркалил то, что нам нужно. И вот так вот таким вот образом воспроизвожу всю форму. То есть я сейчас просто для того, чтобы не моделировать две половинки, потому что это, в общем-то, кресло симметрично и в этом смысла нет. Я сделал одну половинку и эту половинку вот таким вот образом отзеркалил. Вот у нас получается вроде как наш объем, да? Давайте вот так вот посмотрим со всех сторон. Вроде бы это то, что нам нужно. Здесь можно чуть-чуть отогнуть, потому как я вижу, что подлокотничек очень красиво здесь вот в данном случае уходит в сторону. Вот здесь вот так вот, наверное, будет. Вот это вот наша красивая форма. Так, мы сейчас вылепили с вами, получается, плоскость, оболочку. Это все геометрия, не имеющая толщины. Геометрия в один полигон. Теперь мы должны эту геометрию превратить в объем. То есть сверху я бросаю модификатор Shell. Shell задает объем. И вот таким вот образом вывожу мою форму в объемчик. Вот можно видеть то, что появляется объем. Этот объем у нас идет под сглаживание. То есть если он идет под сглаживание, я опять же делал все правильно. То есть я следил за топологией. Соответственно, у меня преимущественно здесь везде четырехугольники. Это важно для сглаживания. Есть треугольники. То есть вот они, три вершины, да? А, нет, стоп, даже нет треугольника у меня. Да, все в четырехугольниках. Вот здесь вот даже четырехугольничек получился. Ну посмотрим, как он будет себя вести. Хотя, в общем-то, я думаю, что без нормально, без проблем. Опять же, делаю копию. Делаю еще раз референс. И сверху бросаю модификатор Turbo Smooth. Это сглаживание. Ребят, кто первый раз вообще с данной техникой не знаком. Объясню вообще, в чем фишка. То есть, посмотрите. Я копирую объект за объектом. Ну и вам так, в общем-то, понятнее, да? И мне удобнее. Почему? Потому что копируя объекты в режиме референс, я делаю взаимозависимым. То есть у меня все объекты зависят сейчас, по сути, от этого объекта. Он у меня был первым. Поэтому все объекты, скопированные в референсе, будут повторять его качество. Видите, вот так вот это происходит. То есть, я могу, по сути, видеть финальный результат. Но я буду работать не с высокополигональным объектом, а я буду работать с низкополигональным. Это будет значительно удобнее. И здесь тоже точно так же, накинув модификатор в Editable Poly, либо же изменяя параметр Shell, я могу непосредственно влиять на финальный результат. Вот сейчас мне нужно понять примерно толщинку моего кресла. Я думаю, что сейчас нормально. И вижу, что мне сейчас не хватает немножко глубины. Поэтому вот здесь вот прям на этом варианте я возьму эту глубину, добавлю. Вот так вот он кажется. Это кресло кажется более правильным сейчас. Так, хорошо. Все окей. Мне кажется, что форма, в общем-то, достаточно похожа. Можно чуть-чуть попробовать добавить. Видите, здесь есть легкий выворот формы. Давайте попробуем сейчас это сделать. Добавим здесь коннектами. Вот так вот. Нажимаю на пентаграмму, кстати. Это очень важно. Так, не пошел коннект. Давайте еще раз. Коннект. Да. Добавляю. Вот так вот. Оттянуть нужно сюда его. Такое ощущение, что у меня там два полигона. Нехорошо. Давайте сейчас проверю топологию, чтобы все было окей. Полигон, полигон, полигон. Проверяю, нет ли лишних точек здесь. Вроде бы все окей. Да, все, можно делать, наверное, коннект. Просто я немножко испугался. Мне показалось, что что-то не то с сеткой. Так, подтягиваю сюда эту форму. И вот здесь вот сейчас попробую сделать маленький заворотик. Посмотрю, как поведет себя модель. Тут, видите, нужно аккуратно, чтобы он сам себя не перекрыл. Чтобы полигоны в полигоны не вошли. Вот так вот. Вот, этот, видите, заворот формируется непосредственно. Непосредственно вот здесь вот. Так. И вот так вот. Вот. Вот такая вот форма. Угу. Ну, наверное, можно расширить чуть-чуть. Теперь мое кресло. Для этого симметрия. И вот так вот расширяю. Все, сейчас форма, мне кажется, в общем-то, уже правильной. И можно приступить к моделингу мелких объектов. Первое, это вот этот вот шов. Как мы его сделаем? Я сделаю его следующим образом. Сверху, этот объект модификатор Editable Poly. То есть, теперь он приобретает все свойства полигонального объекта. Далее, выбирая, вот так вот двойным кликом с контролом зажатым, это ребро. И делаю экструд этого ребра. Правый клик, экструд. И вот видите, что происходит. То есть, экструдом выдавливая ребро, я формирую валик. Да, если я делаю выдавливание. Либо же, если мне нужен вот такой вот шов, то я, наоборот, делаю с минусом экструд. И вот таким вот образом. Вот так вот. Вот так вот. Формирую вот этот вот шовчик. А, у нас идет он по нижней грани. Так, исправляемся. Сейчас только что на фотку посмотрел. Так, тогда сделаем сейчас все то же самое. Вот так вот. Еще раз экструд. Вот он с минусом. Вошел туда. Вот так вот. Смотрится. Смотрится нормально. Так, вот здесь вот нету ли ошибок. Сейчас проверю. На включенной сетке. Да, все. Сеточка идеальная. Вы видите, что, в общем-то, есть заворотик. Окей. Далее нам нужно простроить вот этот вот момент. Делается он, в общем-то, по аналогии. Опять же, выбираем наши полигоны. Ой, полигоны, извиняюсь. Ребра. Зажимаю Ctrl и выделяю их. И делаю экструд. Так, здесь мне нужно выйти вверх. И вот так вот. Вот. Вот вы видите, вот он валик. Он такой не особо активно. Виден, поэтому я его чуть-чуть углублю и чуть-чуть расширю. Вот примерно такой вот результат должен получиться у меня. Уголки следует наверняка подтянуть. Вот здесь все-таки вот не нравится этот момент. Неправильная ошибка. Так, давайте вернемся чуть-чуть назад. Не хочу такую модель оставлять. Тут можно вот что сделать. Давайте обратно-вперед. Так. Так, вот. Вернемся на вот этот вот этап. Раз. Ага, вот оно. Вот оно, мое кольцо. Вот он, экструд. Так, здесь окей. А теперь... А теперь... А теперь делаем еще одно дополнительное ребрышко. Вот здесь вот. Вот так вот. Можно попробовать... То есть мне сейчас нужно выделить вот эти вот полигоны все. Можно сработать рингом. А можно вот просто еще один способ катом. Давайте сделаем через кат. Так будет интереснее, наверное. Так. Выделяю вот эти вот полигоны. Вот они. Вот видите, лишнее цепанул. Это нельзя. И экструд. Вот такой вот экструд. И нам здесь... Смотрите, что ничего не хватает. Нам не хватает здесь определенного... Хотя, вы знаете... Нормально. То есть он как раз таки... Так и должен быть. Вот, то есть... Там вот где-то он и завершился. Да? Поэтому я бы, наверное, так и оставил. То есть меня это вполне устраивает. Единственное, свел бы эту точку чуть-чуть вот так вот. В ноль. Чтобы... Вот этот вот валик завершился здесь плавно. Вот тут вот тоже не очень момент. Грубовато сделал. Давайте исправим. Так. И вот так вот. Смотрим на модель. Вот уже помягче. Эти точки можно чуть-чуть растянуть. По Эджу. Эту сюда. Эту сюда. Да. Вот мы более плавно сюда вошли. И эту точку можно опустить вниз. Вот так вот. Вот. Плавное завершение. Чтобы не переделать то же самое здесь, я просто возьму и сюда положу модификатор симметрии сверху. Так. Двигаем зеркало. И, в общем-то, получается финальный результат. Вот. Да, было пару моментов здесь таких вот немножечко неприятных. Мы их обошли. В общем-то, все окей. Сейчас осталось только сделать ножку нам. Да и все. Вот здесь тоже, видите, форма как бы не совсем проваленная получилась. Поэтому можно FFD-модификатор положить сверху. И вот эту вот точку вот так вот оттянуть сюда и вниз. Вот. Для того, чтобы форму чаши создать. Вот так вот. А эти точки можно чуть-чуть вверх приподнять. Вот сейчас форма кресла красивая. Да. И чуть-чуть можно даже, вот если на фотографии посмотреть, кажется, что верхняя часть, она повыше все-таки. Вот так вот. И вот так вот. Все. Вот таким вот образом я домоделировал уже финальную. Не, высоковато все-таки. Поэтому чуть-чуть бы опустил. В общем, через FFD я вот доделал финальную форму. Вот. Она теперь у меня похожа на результат. Ножка. Ножку сделать, в общем-то, не сложно. Давайте сделаем ее цилиндром и чемфером. Так. Берем цилиндр. Поднимаем его вверх. Вот. Сразу же уберу лишние сегменты. Мне они здесь не нужны. Конвертируем в поле. А, нужно даже не сейчас. То есть я сейчас добавлю. Можно через чемфер, можно через турбосмуз. Но давайте, если турбосмузы мы уже проработали с вами, то я сделаю через чемфера. То есть, да, наращиваю сеточку. Конвертирую в поле. Опускаю чуть-чуть ее пониже. Внизу она у меня сужается, да? Поэтому вот так вот. Выбираю модификатор Scale. И чуть-чуть заужаю ее. Так. Ну и делаю чемфер. То есть, я вижу, что здесь у нее есть вот такая вот скругленная часть. Поэтому выбираю нижние полигоны. Правый клик. Чемфер. Указываю радиус. И добавляю сегментов. Все. Вот оно, скругление получилось. Тут можно чуть-чуть вытянуть. Только Soft Selection. То есть, если я так потяну, то это будет некрасиво. Не так, как нам нужно. Поэтому можно Soft Selection здесь задействовать. Вот так вот. Распространить выделение чуть-чуть сюда. И подтянуть вот так вот. Можно даже чуть-чуть поменьше взять. Вот. Нет, не нравится мне. Такая вот форма должна быть. Или же, а если вот так вот? Нет. Вниз будет не то, что нутая. То есть, нужно вверх ее поднимать. Давайте вот так вот сделаем. Чуть-чуть побольше радиус. И вниз вытягиваем. Вот. И можно опять же здесь чуть-чуть заузить. То есть, я сейчас пытаюсь более радиусную форму создать. Так, не по той оси. Еще разочек. Вниз. Потом. Так вот, Scale уменьшили. Еще раз вниз. Такой чуть-чуть извращенный способ. Ну да ладно. Можно и так. Он просто сейчас что-то на ходу его придумал. Вот. Видите, они не сгладились. Поэтому сверху модификатор Smooth можно положить. Auto Smooth нажать. И все. В общем-то, вот она ножка готова. Осталось теперь правильно ее поставить. Это уже совсем не сложно. То есть, вот здесь будет стоять первая ножка. У нас. Ага, примерно так, да? Это по масштабу, в общем-то. Что? Да. У меня неполадки в интернет-соединении вообще. Ну что-то я на этот валился. Вот. Я вижу то, что правильно это все миксуется. Белое с черным. В общем-то, смотрится хорошо. То, что мне нужно. Очень, в общем-то, здесь тоже замудренно сделан бархат. Тоже блендом. Я думаю, что можно сделать его попроще сейчас. Здесь даже, даже, даже вот так вот. Смотрите. Corona MTL. Просто через Fallout все сработаем. Так, еще раз интерактив. Так будет значительно удобнее. Так, нам нужно ощущение бархата создать. Мы сделаем это через Follow. То есть, просто берем и на Diffuse бросаем карту Follow. Follow это карта, которая, видите, дает нам цвет в зависимости от угла, под которым мы смотрим на объект. В общем-то, делаем один цвет. И делаем его же сюда только более светлым. Вот таким образом создаем иллюзию вот такого вот мягкого бархата. Вот, в общем-то, и все, ребята. Это, конечно, бегло было показано. Я думаю, что принцип моделирования здесь был понятен. По шейдерам, ну, показал принципы какие-то. Но, поверьте, вот тема-то обширная. Мы на курсе шейдера разбираем 3-4 занятия. Потому что это самая большая тема. Что ж, надеюсь, что вам понравилось. Включаю камеру, сосредотачиваюсь на чате. И если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите. Я сейчас в вашем распоряжении пообщаюсь с вами, отвечу на ваши вопросы. Так. По материалам сложно. Я вот начал показывать. Я понял, что сложные вещи сейчас пошли. Поэтому так вот скользко показал. И просто на материала, как бы, там идет одна, вторая, третья лекция. Там все последовательно. Результат есть. Маленькое чудо сегодня, как всегда, произошло с нуля до результата. Это наше правило, наша концепция, наша традиция. Маленький, до всегда, результат как бы вот есть. Так. Что ж, давайте вопросы ваши. С короной? Без короны не сделать это. Сделать, конечно же. Есть V-Ray, но это все не так просто, не так удобно. То есть, корона на самом деле, это один из самых простых рендер-пакетов для освоения. Он идеально подходит под архитектуру. И он идеален, как первый визуализатор для погружения вообще в систему визуализации. Намного проще, чем V-Ray. Поэтому рекомендую вообще обратить внимание на корону. Вот я, например, все свои рендеры сейчас в последнее время делаю как раз-таки только короной. И качество меня более, более чем устраивает. Намного красивее, чем V-Ray получается. Так, Ирина, Артем, а когда шопчик делали, там не нужно было три конечные точки в одну свести? Если такие точки есть, например, если точки там три, они все в одном месте густо посажены, то нужно было ввести. Я пересмотрю запись, по-моему, там была какая-то ошибка. Но в итоге модель получилась нормальная. Я там трех точек в одном месте не видел, поэтому коллапс, соответственно, не делал. Так, можно ли поподробнее по студийному предметному освещению? Да, конечно, можно. Отправляйтесь на мой YouTube-канал. Там целый мастер-класс есть по предметному освещению часовой. Так, индивидуальных занятий у меня нету, не берусь и не веду по разным причинам. Есть группа, и в группе я занимаюсь с людьми. Занимаюсь я серьезно. Индивидуалы не беру, потому что это не вписывается в мой график. Я не могу позволить себе ломать график из-за одного человека. Поэтому работаю в группе. А? Но есть VIP. Да, но есть VIP. Спасибо за подсказку. Это, в общем-то, весь курс. Но плюс еще идет работа почти в индивидуальной группе до пяти человек в течение месяца. Осталось эти два VIP-места. У кого будет желание, просим милости. Там у нас будет возможность с вами лично пообщаться и поработать, и разобрать абсолютно все темы. По экстерьеру сделайте вебинар. Много хочешь, много получишь. Может быть, да. Будет так. Просто экстерьер, опять же, тема-то обширная. Вебинар должен быть большой по экстерьеру. Эта модель может пройти про аккредитацию на 3DD? Да, конечно же, может. Многие наши модели про аккредитацию проходят. То есть, я потом после мастер-класса захожу на 3DD и вижу просто там по 5, по 6... Такой по 5, по 16 моделей с моего мастер-класса. И практически большая половина из них про... Так, что там у нас дальше? Я никак не могу установить в Максе модификатор. Я тоже не знаю, что это за модификатор. Я ним не пользовался. Ну, я так понимаю, из названия, что это Roof, создатель крыш. И возьми, ты просто и скачай готовую черепицу откуда-нибудь там с того же 3DD. И все, и не мучайся. Чтобы получить у вас работу, обязательно проходить курс? Нет, не обязательно. Ты можешь прислать портфолио. Но сейчас я просто знаю, после каждого мастер-класса мне на почту прилетает от 5 до 10 разных портфолио. И все они не очень высокого качества. Ребята, вы наш уровень видели. На сайте я вам все это показал. Если вы в себе уверены, и у вас действительно есть какой-то хотя бы приблизительный уровень, да, похожий на то, что вы увидели, то высылайте его. Если у вас уровень значительно ниже, то не тратите свое и наше, ваше и наше время. Где можно скачать бесплатную корону? Прямо на сайте, на официальном. Corona-renderer.com Ментал использовали когда-нибудь, не приходилось? Приходилось, но Ментал сложный и неприятный. И вообще, как бы, Менталом уже никто не рендерит. Не можно делать хорошие картинки. Ну, зачем вкладывать огромное количество усилий, если есть корона сейчас? Где в Одессе? Ребята, я точно не знаю место проведения мастер-класса. Я буду действительно в Одессе уже скоро, 14-го числа. Будет живая встреча на тему визуализации бизнеса и, в общем-то, оптимизации рабочих процессов. Буду проводить эту лекцию открыто в Одессе. Живая будет лекция. Если здесь есть Одесситы, то приходите, пообщаемся вживую. Так, что еще по вопросам? Артем, часто ли используешь Unwrap для предметов своих? Нет, не часто. Если сложный объект, его нужно правильно разложить, тогда Unwrap может быть. Вероятный дисплейсмент мод работает с короной? Нет, не работает. У корона есть свой дисплейсмент, и ты будешь ним пользоваться. Где можно скачать Dove для Fusion? FreeShluft, Depths of Field называется плагин. FreeShluft, Depths of Field, вот Александр. Поищи, это вообще-то плагин не Fusion, это плагин авторэффектовский. Вот поэтому ищи его под AfterEffect, качай, а авторэффектовские плагины работают со Fusion. Где вы проходили магистратуру? А кто сказал тебе, что я магистр? Вообще, в Харькове. Наверное, Галя сказала, да? Нет? В чате, может, где-то что-то прозвучало. Так, что еще? А да, вот Денис, привет. Встретимся с тобой уже совсем скоро. Так, что еще по вопросам интересного? Артем, скажи, пожалуйста, качество рендера в A6 не хуже, чем в 1.0? Нет, не хуже, но A6, она значительно дольше. То есть, ну, долго рендерит она, действительно очень долго. Поэтому, если есть возможность потратить 29 евро и купить версию 1.0 на месяц, да? Эта подписка стоит, то берите, не пожалеете. Сэкономите кучу времени. Так, чего еще у нас? Можно установить в Максе V-Ray корону? У вас будет триал-демо-версия на 45 дней. Больше АИ, альфа, V6. Пожизненно бесплатная, но в два раза медленнее. Сколько часов в день уходит на занятия по курсу? У меня по-разному люди тратят время на занятия. Идеально, когда человек сидит целыми днями, когда получается сверхрезультат. У нас коучинг очень интенсивный. Минимум 2-3 часа в день, я считаю, для того, чтобы получить результат. Если у вас этого времени нет, то, ребята, настоятельно рекомендую освободить, потому как результативность будет падать, если меньше 2 часов в день с Максом заниматься. Так, что скажете про Unreal? Это перспективная достаточно штука, и думаю, что параллельно со статикой и параллельно с анимацией это направление будет развиваться. Поэтому можно, в общем-то, уже с этой технологией знакомиться. Если картами дисплейсмента, то нужно через Unwrap, без швов. Так, тут я уже не буду показывать, рассказывать. Да, если без швов нужен, то нужен уже Unwrap. Только почему это дисплейсмент? Ладно, короче, вопрос не понял. Расскажите про рендер ферму и сколько это стоит в среднем. Мы пользуемся Rebus Farm фермой. Мы пользуемся не в том случае, если нужно срочно прочитать картинки. Вот прямо сейчас нужно клиенту. Картинка считается 2-3-5 часов. Такое тоже может быть. Тогда это Rebus Farm. Мы за картинку в финальном размере и финальном качестве. То есть в размере 4-5 тысяч пикселей в качестве финальном, без шумов. Мы за одну картинку, только лишь за рендер, можем заплатить там и до 50 долларов. Какая версия 3D Max для прохождения курса нужна? 14 и выше. Архитекторы могут всю ночь. Правда. Так, простите, Артем, какая версия вашей короны? У меня 1.0, естественно. То есть я деньги не жалею на рендер пакет. На такой замечательный. То есть у меня официальная купленная версия. Так, Max нормально будет работать, если будет остановлен Веройя корона? Уже отвечал. Да, нормально. С чего начать работу визуализатором? Ребят, на эту тему у меня отдельный мастер-класс. Но я как бы там отдельным тезисом прям этот вопрос вынесен. Работу нужно начать с создания портфолио своего. Нет смысла пытаться что-то предлагать людям, не имея картинок красивых. Поэтому портфолио для начала сделайте себе. Либо самостоятельно, либо с нами. Это уже как вам удобно. Что за VIP еще? Спрашивают вопросы, задаются. VIP-ы-то. То есть у нас есть 3 пакета, кто не знает. Есть пакет Lite, есть пакет Medium, пакет VIP. Пакет Lite включается интерьер, Пакет Medium включается интерьер плюс экстерьер. Lite длится 3 недели, Medium длится 4 недели. Есть пакет VIP, который включает в себя интерьер и экстерьер. Плюс еще 3 недели персонального коучинга в группе до 5 человек. Там можно будет задать абсолютно любой вопрос, разобрать абсолютно любой пример. Но еще практиковаться, практиковаться и практиковаться вместе со мной. Еще 3 недели. И туда же в VIP входят еще плюс 4 мастер-класса. Сложный шейдеринг, сложный свет, сложный моделинг и коммерческий интерьер с нуля до результата. Вот так вот вкратце рассказал. Опять же, вот Мишин и Александр вам бросают ссылочки. Вы можете по этим ссылочкам переходить. И на этих страницах будет полное описание курса, если кому интересно. Поток стартует в 20-х числах. Места еще пока что есть, но очень быстро заканчивается. Как должно выглядеть идеальное портфолио? К идеалу стремиться можно, но прийти к нему нельзя. Ты же знаешь, да? Поэтому идеального портфолио, наверное, нет. Идеальное портфолио зайди у Ронана Беккермана, например, да? На BBB3Vis. У архитектурной студии МИР. Кстати, хочу вам еще закинуть классную студию. Кто не знает, есть у нас Pixels. Бросаю ссылочку. Просто пойдите, посмотрите. Классные ребята такие вещи красивые делают. Вот там действительно идеальное портфолио. Вы же можете взять для примера портфолио нашей Ксении Моховой. Ох, если бы сейчас на Бэхансе ее найти быстро. Я бы вам показал идеальное портфолио. Это наша выпускница. Она прошла... Если найдешь, быстрее меня брось, мне ссылку, пожалуйста. Она прошла у нас обучение по... Сейчас, Мохова. По пакету VIP. Сейчас, если найдут, то я вам покажу идеальное портфолио. Сделала 8 работ, разместила их на Бэхансе. Работу получили большое количество просмотров. И Ксению пригласили работать в Чехию. Это факт. Вот, поэтому... Вот сейчас, если найдешь, найдешь, хорошо, просто ссылочку. Поэтому вот Ксению... Портфолио Ксении Моховой можно считать такой отправной точкой. Так, чего еще хотел показать? Ребята, не показал вам наши эворды. Тоже похвастаюсь. Мы несколько раз были в дверях 3D-горы на 3DD. Это круто. Вот работа наших студентов. Вот работа нашей студентки. Я все это скриншотчу. Юлиан Садоха попал на главную страницу Evermotion. Вот его работа. Кстати, сейчас Юлиан работает уже буквально спустя месяц после курсов. Опять же, через Бэханс нашелся заказчика. И работает теперь напрямую с Францией. Сотрудничает, делает визуализации. Вот еще одна работа в целях 3D-горы. Работа, опять же, на заглавной странице от Юлии Вагнер. Вот, можете это видеть, здесь есть. И работа, которая попала в V-Ray Workshop Top 5. То есть, это лучшая работа месяца по авторитетным оценкам вот таких вот судей. Мы попали с Олей Алексеевой в Top 5. Это тоже, это очень и тоже, это по сути самая крутая регалия школы. Но вам скажу так, что ни одна школа такие результаты не дает. Так, какие еще у вас вопросы, ребята? Давайте последние вопросики и начнем уже расходиться. Так, как с текстурой, Артем, можете ли помочь? Как с текстурой можно сразу закидывать модели в 3ds Max? Ты просто берешь и мерзжешь ее, и все. И она уже с текстурой у тебя закидывается. Если модель собрана, собственно, с текстурой. Я, может, неправильно понял вопрос, то есть, у меня бегло отвечает сейчас. Интересен вебинар на тему упрощения многополигональных сцен. Да, действительно, почему бы и нет. Хотя, опять же, если посмотрите вебинар по озеленению, который проходил, наверное, месяц, линдельки 3 назад, то вы увидите, что там я как раз-таки рассказываю приемы по упрощению высокополигональных сцен. Так, ну что ж, пообщались, помоделили сегодня, вопросы позадавали. Что ж, я думаю, что можно и прощаться, наверное, да? Ребят, спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось, ставьте плюсы сейчас в восхитительные знаки. Увидимся еще с кем-то, увидимся на курсе, с кем-то, увидимся на вебинарах. Так, что ж, надеюсь, что то, что я даю, оставляет какой-то след и помогает вам двигаться дальше и расти непосредственно в 3D. Всем приятного настроения, хорошего вечера и добра всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok